Радиочастотный центр Сейчас одной из важнейших задач является освобождение радиоспектра для его использования в гражданских целях. Так министр еще раз поднял вопрос о запуске сетей третьего поколения. Проблема заключается в финансировании. По предварительным подсчетам на модернизацию военных радиоэлектронных средств и их перевода в другой диапазон потребуется около 58 миллиардов рублей. Вы сами знаете, что с распределением радиочастотного спектра у нас не все так, как нам хотелось бы. И на каком-то этапе это начало сильно сдерживать развитие нашей инфраструктуры. Пропорция в пользу спецпотребителей. И нам сейчас хотелось бы понять, какие пути для того, чтобы безболезненно для всех выделить дополнительные частоты для гражданских пользователей. И соответственно открыть новые возможности для российского бизнеса. Если по 3G вот всем, без исключения, года 4-5 лет назад, тем более казалось, вот эта технология, вот эта тенденция, вот эта, она как бы, ну, бесспорно, и все думали, что так оно и будет. То вот по мере разработки этой технологии мнения разделились не только у регулятора радиочастотного ресурса, там у администрации связи, а у операторов, вот у самих. Они сами зачастую, как мне кажется, не определились в том, на чем они сосредотачивают ресурсы и в чем видят перспективу своего развития. В радиочастотном центре министру показали последние разработки, используемые для контроля радиоэфира. В частности, вот такие подвижные станции. Они предназначены для поиска исключений и их сравнения с базой данных. Сейчас я нахожусь внутри технического подвижного комплекса радиоконтроля БАРС. Здесь находится уникальное оборудование, которое в полевых условиях позволяет контролировать радиоэфир. Именно такая машина была продемонстрирована новому министру связи Игорю Щеголеву. Большая часть используемого оборудования пока зарубежного производства. Однако в радиочастотном центре уже сотрудничают с российскими разработчиками и производителями в целях создания отечественной радиоэлектроники. Ирина Шугурова, Михаил Довголь, Синьюз-ТВ. Синьюз-ТВ.